всем привет с вами геленджик лайф ну и судя по картине за моей спиной вы наверно уже все поняли где я нахожусь я нахожусь сейчас на улице крымская то есть на круче хотела показать вам сегодняшний пейзаж целью меня пройти от круче до центра посмотреть сколько это займет по времени засечь это по километражу но и у меня есть дела в центре поэтому я сегодня пройду отсюда до туда по пути делая все свои необходимые дела но засекая расстояние посмотрите насколько сейчас прозрачное море море спокойное на море полный штиль сейчас здесь высота около 15 метров может даже 20 и видно насколько прозрачная вода кстати одной из такой особенностей того что люди не понимают высоту это то что кажется что здесь до моря недалеко но пусть вас это не обманывает до моря здесь довольно приличное расстояние и конечно же это расстояние и высота опасно давайте погуляем вместе с вами идет строительство продолжается черноморского 2 видела что они там поставили беседочку разбили скверик конечно же смотрится это довольно красиво особенно то что привлекает людей это его сейчас новизна красота когда-то раньше здесь был спуск можно было по веревочке спуститься но я никому не советую потому что может нога соскользнуть и можно так туда шлепнуться на эти камушки посмотрите насколько сегодня красиво воздух свежий чистый запаха моря который сейчас дует небольшой южный ветерок он совсем совсем незаметный и сейчас из-за того что уже несколько дней подряд у нас тепло он такой довольно теплый этот южный ветер не несет по крайней мере как зимой такой вот удручающий холод очень прозрачная вода сегодня просто замечательно с точки зрения прогулочная зона здесь конечно удачное решение действительно очень красиво все благоустроено но пока еще нет деревьев например здесь будет летом прям довольно жарко и будут люди прятаться в тенечке здесь решение приняли ландшафтные дизайнеры сделать желтые тюльпанчики они конечно же очень здорово смотрятся это короткие тюльпаны они не длинные но с массивными такими головками на деревьях уже появляются первые листочки судя по ощущениям можно сказать что сейчас лето я где-то в повту ну не знаю вроде как бы и сняла бы я ее но вчера мы гуляли и меня так немножко поднадуло занята моя лавочка я там хотела посетить ну ладно следующий раз художники хотят рисовать ну здесь есть что нарисовать художнику я бы тоже прямо уже горю желание взять действительно мольберт краску кисточку и нарисовать природу геленджика художники тоже довольно отчаянные люди слишком близко к краю мне кажется так сидеть не стоит с этой стороны маяк смотрится таким величественным а пока еще его очень хорошо видно потому что деревья не оделись листики у меня прям слабость к маякам когда я была поменьше я очень увлекалась морской тематикой и мне очень нравились фотографии маяков в шторм но они до сих пор мне в принципе нравится так что я очень рада что у нас в геленджике есть два маяка один стандартный такой вот который расположен на толстом выси а второй маяк створный он немножко нестандартный но тоже со своей историей и располагается он конечно же на улице маячной возле старого там памятник маячнику вот там и располагается створный маяк здесь находятся маленькие домики которые принадлежат отелю кимпинский то есть люди иногда приезжают снимают не номера а именно вот такие вот домики и посмотрите какие раскидистые и вы здесь уже распушили свои веточки листики вместе сережками очень красиво украшают дерево ходили слухи что кимпинский собирается банкротиться но не знаю когда это все произойдет и что потом будет с этим отелем ну то что его не разберут это сто процентов может он изменит свое название например как у нас сосновая роща поменяла свое название когда ее выкупили на алиан там family спа там отель вот и может быть когда-нибудь здесь то что-нибудь изменится но место у него хорошее у отеля сейчас мы посмотрим что же сделали нового на пляже потому что когда мы последний раз с мишей здесь находились и с вадиком мы видели что пляж отсыпали песком то есть раньше он был галичный и было очень удобно купаться потому что здесь всегда было прозрачное море прозрачное дно можно было гулять и наслаждаться этим но сейчас вот вроде как сюда завезли песок мы с вами спустимся именно вниз на к отелю то есть к кимпинскому то есть к пляжу спустимся и посмотрим на пляж полярной звезды что же там изменилось идем по переулку прибрежному здесь с одной стороны еще раз напоминает домики кимпинского а с другой стороны находятся такие частные крутые коттеджи дома ну в таком месте это конечно здорово иметь такой домик спустилась я к набережной старой посмотрите насколько прозрачное сегодня море я не перестаю удивляться оно словно зеркало отражается весь город в нем облака и настолько далеко видно конечно на камере вы вряд ли это увидите у него слишком широкий угол но виднеется у входа в бухту два маяка таких вот маячка один красный второй зеленый которые показывают проход в бухту кораблям море безумно красивое жалко камеры еще раз повторяю не передает запах пахнет хвоей скоро у нас зацветут пицунские сосны поэтому у кого будет есть аллергия на пыльцу имейте ввиду у меня слава богу именно на данный вид растительности аллергии нет но тем не менее цветут они очень убильно и вот уже совсем-совсем скоро полетит пыльца с них вот мы тоже здесь вот отдыхать любили приезжаем когда купаться здесь купаемся ну правда здесь дно такое вот оно все водоросли там камешки крупные поэтому если вы не любите такое дно то вам этот пляж не очень понравится хотя здесь довольно глубокий он то есть вы отплываете немножко от берега и дальше уже спокойно купаетесь до дна вы не достанете на пляж привезли такую мелкую-мелкую гальку не песок посмотрим что там сделали с полярной звездой пляж разровняли собираются здесь что-то делать возможно будут какие-то установлены душевые кабинки как обычно переодевалки но я надеюсь что этот пляж сохранит свой свободный доступ если раньше предыдущий мэр хрестин он был за то чтобы пляжи были свободны доступ к ним был свободный и я его поддерживала прям всеми руками и ногами за пола это как поступит нынешний мэр богодистов я не знаю будет ли он также настаивать об свободном доступе к пляжам надеюсь что он действительно внемлет гласа народу потому что народу нравятся открытые пляжи когда у них есть возможность вот мы живем в городе да то есть прийти спуститься на любой пляж и искупаться если пляжи все сделают платными и закрытыми я считаю что тогда для местных жителей должны делать какие-то пропуска потому что ну мы же не будем оплачивать мы налоги платим да в город геленджик именно и платить например еще за вход на пляж около дома который находится чтобы искупаться я считаю что это кощунственно а вообще я считаю что вообще пляжи должны быть бесплатными потому что пляжи это достояние города потому что именно пляжами морем город привлекает сюда туристов так что это все должно быть бесплатно но пляж полярная звезда решили сделать руководство песчаным и очень очень плохо что не учитываются особенности местности потому что песок заилит этот пляж и уже такой прозрачной воды которая сейчас имеется ее не будет не знаю зачем они решили так сделать лучше бы сделали мелкую гальку привезли сюда потому что песок конечно здорово заилит это место будет вода здесь мутная как ни говори песок есть песок при штормах он баламутится вот но очень жалко перед вами находится пляж долнива потом он плавно перетекает в пляж сады морей этот пляж я обожаю он мне нравится почему-то больше всех в городе но к сожалению здесь конечно же летом огромное количество народу и единственный его плюс это то что у него действительно поверхность его галечная видно что насколько прозрачное море когда нет шторма ну и очень хорошо что он такой широкий то есть здесь на этом пляже места хватит всем горы еле-еле начали зеленеть видно как зеленеет район вот тонкого мыса и на горах кое-где где нет леса появляется тоже травка все классно наступает весна вот уже совсем-совсем скоро будет лето многие нас спрашивали стоит ли приезжать допустим сюда в начале там мая предполагаю что здесь будет теплая вода нет конечно не стоит если вы хотите купаться в теплой воде то это только где-то уже ближе к концу июня вот ну и там уже июль август сентябрь вот но вы должны также помнить о том что погода довольно непредсказуемая если будет стоять такая вот теплая теплая погода без каких-то там сильных ветров то вода в бухте прогреется быстрее чем вода в открытом море конечно разница не будет такая разительная там в 10 градусов но обычно в бухте вода теплее градуса на 2 на 3 точно так что смотрите сами как вам больше нравится а давайте спустимся к воде так давайте померяем градусник сколько же у нас водичка вам наверно будет интересно и мне тоже очень интересно ну если 17,5 что правда что ли давайте подумаем правда или нет потому что все таки градусник китайский показывает 17,5 температуру воды ну коли так я через неделю купаться пойду класс да 17,5 камни настолько нагреты что от них уже идет даже жар вот я смотрю вдаль и такая такое марио небольшое жар обожаю этот пляж надо будет Миша сказать что купаться мы пойдем именно сюда чтобы открыть курортный сезон лодочка плывет класс ну люди отдыхают загорают я загорать не очень люблю а вот просто посидеть на пляже там допустим на море посмотреть под шум я это люблю надо будет остановиться наверное ну вот вижу до себя камушек куда можно бросить свою пятую точку и посидеть немножечко наслаждаясь такой красотой по-другому в пляже мы отвергаем мы в teasing мальчик я не шуя мы не пропали скромный мы не прогулка мы не chapel мы не видим хорошо так сижу, даже никуда идти не хочется, надо дела делать и вообще не хочется мне их делать ну не знаю, правду или неправду показал градусник, градусник показал 17,5, вы видели если на то пойдет, то уже в скором времени, я думаю, что можно будет идти просто-напросто купаться правильно? да, в принципе и сейчас водичка такая, что если она реально столько градусов, можно бы спокойно в нее окунуться не знаю, надо будет Мишу сагитировать и будет у него выходной, как-нибудь подгадаем дремечка наверное, сходим все-таки с ним искупаемся и откроем купальный сезон ну а это перед вами пляж с этой морей он соединяется с долнивой и он тоже обычно чистый, благоустроенный здесь вы видите много купающихся, кстати, людей, вот я видела уже несколько люди сегодня купаются, загорают, море чистое, небо тоже светлое, так что я думаю, самое то для того, чтобы отдохнуть и провести время на пляже Сойка потом он приедет и мы поедем будем ну как, хорошо ты купила, а вот решила попозировать птичка тоже хороший пляж, мне он нравится, это пляж песчаный, который располагается рядом с аквапарком Дельфин он широкий, красивый, единственный его минус это то, что когда дует ветерочек, то песок летит в глаза а в остальном песочек здесь просеивается, он чистый, сюда часто приходят школьники заниматься вот, и люди вот приезжают отдыхать и купаться ну не знаю, мне он нравится этот пляж, нравится посмотрите, какой город Геленджик сейчас красивый ну что, до администрации у меня получилось 3 километра 70 метров, то есть получается, я считала именно от круче от начала и практически до центра а почему центром, я считаю администрацию, потому что это действительно тут центральная площадь, центральный причал и центральное здание города, администрация, конечно же так что 3 километра 70 метров и я дошла к пешочкам в этом году клумбы меня не особо радуют в Геленджике потому что, ну как-то скудненько-скудненько то есть, как-то они цветут неравномерно может быть, на это сказалась погода, которая у нас была может быть, что-то другое но, мне кажется, что в прошлом году было намного обильней все это цветение на апрель, у меня 21 апреля день рождения что же будет в честь меня? в честь меня будет праздник романтики и вдохновения вот, видите, в какой день я родилась а на центральной площади в течение целого дня ну, друзья, надо будет в свой день рождения посетить свой праздник как вы считаете? пойду гулять на центральную площадь, раз в честь меня организовали такие гуляния шучу, конечно же ладно, пойду я дальше по своим делам на работу и так далее ну, а вам желаю приятного отдыха если вы собираетесь в Геленджик и также приятного отдыха, если вы собираетесь в другие места то, что выяснили, в норме, в определенной площадке ну друзья надеюсь что вам понравился мой ролик спасибо за внимание с вами был геленджик live оставляйте свои комментарии ставьте лайки нам и всем пока привет из геленджика